Народные поделки из дерева ткани бисера пестрят этническим разнообразием. Здесь и русские фарфоровые свистульки, и казачьи нагайки, и украинские куклы. Где коза рогом, там жито стоком. Где коза густом, там жито густом. Возьмите козу в дом, поводите в дом по дому. Богатые будете. Правда? 200-летие классика празднуют с размахом. Гости на него съехались со всего Дона, соседних регионов и заграничного Донецка. Региональная украинская национально-культурная автономия приурочила к юбилею специальное издание и памятную медаль. Для нас сегодня большущий праздник. Мы празднуем 200-летие нашего великого кобзаря Тараса Григорьевича Шевченко. Мы готовились, вот сколько хору нашему нам 4,5 года, мы к этому дню готовились все это время. Мы выучили триптих, так называемый, вокальные произведения для хора, которые поются вот в такие большие праздники. Долгая подготовка к юбилею не прошла даром. Все песни хора Червона-Колына на слова Тараса Шевченко. Тарас Григорьевич родом из крепостных крестьян. Благодаря живому творческому уму обрел свободу и преуспел в литературе и живописи. За это получил народное признание еще при жизни. Здесь десятый год подряд открывается великолепный фестиваль «Шевченковская весна». Фестиваль народный, поистину народный, потому что он проводится по инициативе двух народов, русского и украинского, здесь, в городе Ростове-на-Дону. И, конечно, я хочу сказать, что с каждым годом он убирает очень серьезные обороты. Свою жизнь Тарас Шевченко полностью посвятил искусству. Родную культуру воспевал как на украинском, так и на русском языках. Поэтому 200-летие классика – большой праздник в обеих странах. Юрий Бабенко, Владимир Савеленко, Андрей Токарев. Главное новости.